Положили новый асфальт, а потом начали прокладывать кабель. Жители дома на Преображенской 86 жалуются на несогласованность работ двух подрядчиков. Радовались жильцы отремонтированным дорожкам недолго. Почему людей не предупредили о новых раскопках и когда они закончатся, расскажет Ульяна Ездакова. Машина приехала, доски набросали, набили, загородили. Все, на каком основании? Подъезд был и двор был грязный, сейчас стало еще хуже. И еще добавились канавы. Терпению жителей дома по Преображенской 86 настал конец. Не успели одни подрядчики отремонтировать и сдать их двор по программе комфортной городской среды, как другие рядом с только что положенным асфальтом разрыли огромную траншею, чтобы проложить кабель. Такая ситуация возникла, как выяснилось, из-за банальной несогласованности двух организаций, проводящих работы. Собственник придомовой территории, на которой началась прокладка кабеля, жители дома. И по закону управляющая компания была обязана работы с жильцами согласовать. Но этого не сделала. Я у людей попросил показать разрешение на проведение земельных работ, на что мне было сказано, что все разрешения у них находятся в гор-электросетях. Представитель гор-электросетей подтвердил, разрешение у подрядчика есть. Работы ведутся по заранее установленному графику. На первом этапе проектная документация была полностью согласована со всеми заинтересованными сторонами, включая территориальное управление, ресурсоснабжающие организации и все остальное. И производство земляных работ в этом районе, в принципе, в установленном порядке. Подрядная организация, которая ведет у нас эти работы, тоже была согласована. Ситуацию с домом на Преображенской, 86, Александр Береснев пообещал держать на особом контроле. Работы по прокладке кабеля должны завершиться до 10 октября. Вырытую траншею засыплю черноземом и семенами газонной травы, заверил представитель гор-электросети. Ульяна Ездакова, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича.